Международный день борьбы за ликвидацию нищеты и оценить, какие усилия общественность приняла для того, чтобы вытащить как можно больше людей из нищеты и бедности. Хотя, как вчера у меня такая небольшая дискуссия состоялась, неправильное название – «Международный день борьбы за ликвидацию нищеты». Они говорят, разве можно нищету ликвидировать или искоренить? Ну, название этого дня не нами было установлено, это Организация Объединенных Наций установила такой день, поэтому мы и под такой тематикой и проводим наше сегодняшнее мероприятие. Я еще раз хочу подчеркнуть, что для Украины проблема бедности и нищеты, она актуальна, как для никакой другой страны мира, наверное, в сегодняшних условиях. Дело в том, что есть критерии нищеты, общепризнанные мировые. Значит, если человек живет на доллар и меньше в день, то он, значит, находится в состоянии нищеты. Если он получает 2 доллара в день, то это он считается бедным, не нищим. Мы можем здесь сегодня подискутировать. У нас в Украине где-то основная масса пенсионеров получает пенсию где-то в пределах 40-50-55. Мы можем, значит, поспорить здесь, являемся мы ли народ Украины бедным или нищим. Хотя от этого мало что изменится. Судячи по усилиям, которые титаническим предпринимаем нашим правительством, чтобы жили мы еще скромнее и беднее. Можно даже посмотреть по тем усилиям, которые в сфере ЖКК у нас предпринимает правительство. Все больше и больше у нас тарифы поднимаются. Так получилось, что уже сравнивается у среднего, так сказать, класса заработки, доходы, сравнивается с тем, что он должен человек отдать из совокупного дохода семьи отдать за коммунальные услуги. Ну и что дальше? А дальше, значит, это называется геноцид, потому что человек не может не купить ни лекарства, не может купить одежду, не может прокормить свою семью. Если таким образом мы будем и дальше двигаться, то у нас один из наших президентов, я не буду называть, он говорил еще в начале нашей независимости, что Украина должна вообще-то, население должно быть оптимальное до 20 миллионов, а у нас, говорит, 50. Вот тут, это же надо такого, президент, родитель народа, защитник, гарант, и вот он такую вот вещь сказал, не постеснявшись. Значит, у всех у вас на руках вот проведи план проведения круглого стола. Ну-ка, в связи с тем, что у нас кое-кто тут не присутствует, у нас, конечно, будут изменения в составе выступающих, вот, но в силу того, что народу у нас не так сегодня много, вот я думаю, что будет дана возможность каждому из присутствующих высказать свою точку зрения и свою оценку нашего благосостояния в Украине. Значит, ну, перед тем, как дать вам возможность каждому из вас выступить, я хотел бы несколько слов еще раз сказать относительно этого международного дня. Ну, опять же, у всех на руках вот этот, так сказать, мои короткие тезисы, этот день, международный день борьбы за ликвидацию нищеты, он был установлен в 87-м году, 18-го октября. Вот, и в принципе, это было бы в Париже, значит, и в принципе этот день как бы связывался с выполнением всеобщей декларации прав человека. Вот, они вот собрались в 87-м году, чтобы обсудить степень насилия, нищеты и голода. Вот, ну, декларацию у нас как-то был круглый стол, тоже ли, конференции мы проводили по правам человека, и мы еще вернемся сегодня, вот, что гарантирует эта всеобщая декларация. Там множество задекларировано обязательств общества и, вернее, общественности перед каждым из членов, и государства перед каждым из граждан. Там задекларировано, что каждый человек имеет право на социальную помощь, на достойный труд, на достойную оплату труда, право на жизнь, на обеспечение его безопасности и достоинства. Дело в том, что если человек находится в состоянии нищеты и бедности, то этим самым нарушаются его права, потому что не всегда, вернее, в большинстве случаев нищета и бедность это не является следствием поведения или желания работать или не работать человек. Просто нет, вот как у нас в Украине сегодня сложилось, что нет возможности просто работать, зарабатывать. У нас последние цифры по занятости сельской местности людей, проживающих. У нас там 70% безработных. У них нет просто возможности где-то предложить свой труд и получить какую-то оплату за этот труд, чтобы он мог жить. То же касается теперь и городов. У нас массово закрываются предприятия, фабрики, заводы. И процесс этот так называемый деиндустриализации Украины, вот он нет, не видно никаких перспектив, что он будет остановлен. У нас в мире вообще-то говорят, что мы живем в постиндустриальном обществе. Но извините меня, если у нас не будет возможности у людей работать на тех же предприятиях, на научно-исследовательских институтах, проектных институтах, на что он будет в этом постиндустриальном обществе жить. Интернетом, извините, но заработать в этом могут единицы. А нужно конкретная работа и конкретная плата за эту работу. Тогда человек может что-то купить. Если такого логической связи нет, то тогда о каком достойном уровне жизни можно говорить. Я хочу еще обратить внимание, что выступая в 2016 году на Ж-20, это международная организация, вы знаете, в Китае. Генсек ООН, Пан Гимун, уходящий уже генсек, он задекларировал, что бедность во всех ее проявлениях должна быть декридирована к 30-му году. То есть все будут к 30-му году. Это титаническая работа. У нас как-то приезжал тоже в Советскую Россию Герберт Уэльс, он там был, он не читателей. Это тоже мечта, причем эфемерная мечта. Если у нас сегодня в состоянии бедности живет 40% населения мира, и каким образом они собираются эту бедность ликвидировать? Потом понятие бедности для разных стран, оно вообще-то различное. Если в Германии бедный, он там получающий 2-3 тысячи евро в месяц на свои потребности или даже как пособие получает у них сильная система социальной защиты в Германии, в Бельгии особенно очень сильная система социальной защиты. То их бедность бельгийцев, германцев, французов это вообще неслыханное богатство для тех же индийцев или тех же китайцев. потому что в Китае при всех ее сейчас стремительно растущем ВВП и прочее у них очень низкий уровень доходов. потом одна и та же бедность допустим даже для того же индийца и для украинца. В Индии они могут ходить без обувки, без ботиночек, сандалиев, ни босиком ходят. и одной тряпочкой обмазан, он может обвернутый. Там климат такой, там жарко, там тепло все время, там не нужно таких энергозатрат для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность человека и производство. Но в условиях таких как у нас, как в северных странах там совсем другие потребности для обеспечения нормальной жизни. даже опять же сравнивая Украину и страны Западной Европы, где их благодатный Гольфстрим все время обогревает, это у них естественное отопление. И у нас зимы, там гораздо мягче климат, и не надо столько тратиться, чем холоднее, тем человек больше потребляет, ему надо больше кушать, и теплее одеваться, и больше тратить денег для того, чтобы обогревать свое жилье и содержать его в порядок. Значит, касаясь, я не буду углубляться глубоко в международные усилия, но единственное по борьбе с бедностью и нищетой, но хочу подчеркнуть, что все сходятся основные причины бедности и нищеты, как определяют во всем мире, это если государство, которым живут разжиждане, ведет войну, если у него политические неурядицы, или стихийные бедствия, тогда там нищета и бедность. Вот для Украины, вы же понимаете, что у нас получается сейчас, что наряду с неумелым управлением государством, которое нам продемонстрировал сегодняшний власть, чем дольше у нас будет эти политические и экономические неурядицы, чем больше наша страна погружаться в угар милитаризма, тем хуже мы будем жить. Наверное, мы сейчас боремся, так усиленно боремся, чтобы по нищете и бедности оказаться на первом месте. Мы сейчас не на первом месте, там есть еще хуже нас живут. Африканские страны там Сомали у них похуже. В Европе на первом месте. А мы хотим в Европе. Мы же должны в чем-то быть самыми лучшими. Они коммунальные услуги не платят, там у них нет пустыня. Выкопал ямку и спит. У нас между прочим, я хочу подчеркнуть еще один момент. У нас в этом году, в марте месяце кабинет министров принял проект распоряжения. У нас есть план мероприятий по реализации стратегии преодоления бедности. Я, к сожалению, только вчера услышал об этом плане. Интересно было бы, я его посмотрел. Он достойный документ глубокого изучения. На предмет того, кто его писал. Посмотрите, что это за авторы. Более того, этот документ уже в Верховной Раде обсуждался. на рассмотрение президенту. Интересно, что они пишут здесь, в этом проекте этого плана. Реализация стратегии преодоления бедности будет осуществляться каким-то? Расширение доступа к продуктивной занятости. Уже вопрос. Какой продуктивной занятости, если нет ни фабрик, ни заводов, если все разрушается вообще какой-то промышленности и хозяйственного производства. содействие росту доходов населения от занятости и выплат системе государственного страхования для обеспечения условий достойного труда. Красиво написано, но практически неравизуем это. Потом минимизация рисков социального отчуждения сельского населения. Вообще тут задуматься как-то минимизация рисков социального отчуждения сельского населения. У нас действительно вообще-то по социальной помощи населения сильно отличается от городской. Тут по крайней мере хоть люди знают законы, они могут как-то свои права защищать. А в себе действительно там проблема с этой правовой грамотностью. Лидия Степановна. Лидия Степановна. И еще в этом написано в этом плане минимизация рисков бедности наиболее уязвимых категорий населения. Минимизация какая у нас получается? Вот категория у нас 19 миллионов пенсионеров, из которых где-то 90% пенсионеров живут на пенсию не превышающей 1400-1500. Там от 1200 гривен до 1400-1500. А сейчас перспективу рисуют, что пенсии разговоры ведут, что пенсии нужно вообще ликвидировать, не платить пенсии. в Корее не платят пенсию. А если платить пенсию, то интересный момент, я тоже прочитал, что пенсионеры действующие должны пожертвовать частью своей пенсии для создания накопительной системы пенсионного обеспечения. Ну, то есть пожертвовать надо. А в то же время расходы на обеспечение наших власть-продержавших у них вообще ограничения. Они могут что угодно сейчас покупать. Раньше как-то сдерживающий какой-то был, на ней Мерседес и прочее. А сейчас если посмотреть финансирование, каким образом, по каким статьям финансируются наши народные депутаты, то просто волосы дымом встают. У них богатые люди, они все равно получают каждый день на YouTube 800 гривен только на компенсацию каких-то неудобств. Потом по 15 тысяч на компенсацию жилья. И если все эти статьи рассмотреть, то там уже миллиарды уходят. Эти люди, которые пришли с Майдана и сказали, мы установим в Украине справедливость и достоинство. Но, наверное, они имели в виду только себя. Что они будут наиболее достойны, а мы будем... я не буду цифры здесь углубляться в какие-то цифры, потому что я, в принципе, вот это все, что напечатано и вам роздано, вот это вы и возьмете. Но напомнить я все-таки хотел бы, что политики, возвращаясь к сегодняшним властям, что политики на Майдане что обещали? Европейские зарплаты, пенсии, доступную медицину, возможность свободно путешествовать в Европе, вот, но при этом они умолчали, что какие... что любые революции приводят к экономическому упадку, обнищанию, деградации. В этой связи тоже уместно было бы вспомнить, что начиная с 2012 года украинский выбор движения, мы непрерывно говорили, что вектор экономической и социально-политической интеграции у нас должен находиться, быть направлен на сотрудничество с бывшими государственными республиками СНГ. Именно там у нас там был и рынок сбыта, у нас там были, значит, экономические связи, сильные экономические связи. Вот сейчас мы отказались от рынка сбыта государства Россию, Казахстан, Белоруссию. Ну, где-то в Грузии там, может быть, что-то берут, мы продаем, с чем-то сотрудничаем, но, извините, Грузия это приблизительно как вот такая средняя украинская область на Украине. И по количеству населения, по разному промышленности. 4 миллиона. Да, у них успешно свою промышленность загробили. Сейчас там лаборатории какие-то делают, американцы у них открыли там по созданию какого-то оружия эпидемиологического. Вот там они и работают. Теперь у нас до революции достоинства, до 13-го года, значит, средний доход это статистические данные официальные жители Украины составлял 2200 гривен в месяц. Средний доход. При том, что доллар у нас тогда стоил 80. За 8 гривен мы платили за 1 доллар. Теперь у нас стремительно гривна, значит, пульс гривны падает. У нас по прогнозам к Новому году мы можем иметь и 30 гривен за доллар платить будем. Если каждый из вас подумает, пенсионеры, у нас государство пенсионеров так обобрало, пенсии там не на проценты сократилось, а сократились в разы. Теперь потребительские цены стремительно все в десятки раз. Если раньше можно было пойти купить 2-3 килограмма винограда семью, сейчас каждый задумается. Если пойти на базар, он стоит 35 гривен килограмм. Вот сейчас покупаю два помидора, один огурчик. Смотрю, как люди пожилого возраста приходят, кусочки. Хлеб батон не берут. берут. У нас такое было, я сам это проходил в 92-м году, когда мы украинские полковники, они могут купить в день целый батон. Я вам серьезно, я не мог купить, потому что зарплата была начальника управления Министерства обороны 12,5 долларов в месяц у меня в эквиваленте американцев. в 92-м году. Я в это время вел переговоры с американскими генералами. Они приезжали по ядерному оружию, потому что я направление это вел в Украине. Они говорят, что ты не снимешь квартиру, не купишь квартиру, почему у тебя проблемы накормить семью. Я им когда сказал, 12,5 долларов в месяц. Ребят, они взяли у нас тоже такой кворум был по украинскому ядерному оружию. Никич, мы сейчас возьмем, взяли пошли по 100 долларов сбросили с 10 человек. Я говорю, я не возьму у вас эти деньги, зачем они мне нужны, что они меня спасут. Если 12,5 представляешь, мы тебе даем, это за несколько лет зарплата. они сюда ездили как с бусами в Африку раньше, европейцы. Ну поглядите, посмотрите вот эти данные. То, что мы уже отброшены в основной массе за черту бедности и нищеты, это неоспоримый факт. У нас уже по доходности и Молдавия обогнала, и Таджикистан по уровням доходов населения мы сейчас сравним с Камбоджей. Но если вы помните, в Камбодже половину населения он взял половину населения и уничтожил. У них в Камбодже уровень дохода 121 это годичной давности. А у нас год назад средний уровень дохода в Украине был 131. Вот мы с Камбоджей сейчас мы победим.